Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЖТСУ в студии Елеман Раимбеков и сурдоперевод обеспечивает Марат Жмабеков. Смотрите сегодня. Что посеешь, то и пожнешь. В Искельдинском районе полным ходом идут весенние полевые работы. Карантин им не помеха. Дружба, мир, единство. Азербайджанская диаспора Коксулского района активно вовлеклась в акцию Бесбергемис. Требование времени. В связи с режимом чрезвычайного положения пожертвование теперь можно сделать, не выходя из дома. 17 единиц техники и 45 человек задействованы в дезинфицирующих мероприятиях в Аксулском районе. В каждом сельском округе два раза в день проходит обработка концентрированным хлоросодержащим раствором. Особое внимание со стороны властей уделяется территориям Казпочты, банков второго уровня, продуктовых магазинов и аптек. В приоритете и жилые районы. Концентрированным раствором гипохлорита натрия орошаются придомовые территории, тротуары и подъезды. Несмотря на то, что из-за введенного карантина людей на улицах стало значительно меньше. Не стоит забывать и о дезинфекции, признаются местные власти. Ведь эти вопросы во главу угла перед каждым акимом района и города ставит глава региона Амандук Баталов. У нас 24 миллиона выделено. Сейчас еще даем в область дополнительные. Если нам одобрить, тогда можем получить. А так как сейчас, в данный момент, где-то нам на два месяца хватит, вот эти средства, у нас там задействованы волонтеры. И также в каждом округе мы, сотрудники Акимата, тоже задействованы. Один день год кормит. Весеннеполевые работы, несмотря на карантин, в Вескельдинском районе идут полным ходом. К примеру, командитное товарищество Хильниченко уже на 80% завершили посев сахарной свеклы. Более того, благодаря бесперебойной работе фермерского хозяйства, свыше 500 человек обеспечены стабильными рабочими местами в период ЧП. Вся охватывающая пандемия для агрария Фескельдинского района не стала помехой. В настоящее время из отведенных под сахарную свеклу 400 гектаров земель командитного хозяйства Хильниченко засеяно почти 300. Завершить посевные работы фермеры планируют в самые ближайшие дни. Никаких препятствий для этого у нас нет, утверждают они. Можно считать, что мы уже завершили работу по посеву на 70%. Осталось совсем немного. Благо, что эпидемия не связала нам руки, и работы идут в плановом режиме. На блокпостах сельхозтехника проходит без проблем. Для нас там организован так называемый «зелёный коридор». Были проблемы у специалистов, передвигающихся на частном авто. Теперь при предъявлении справки их тоже не задерживают. Иммунитет в период карантина есть не только у механизаторов, работающих на полях. В прежнем режиме работают и производственники. В структуру командитного товарищества «Хельниченко» входит более десятка производственных цехов. Это мельница, маслобойный, колбасный, фасовочный и другие, в которых трудятся более 500 человек. У нас цех работает в полном объёме. На карантин никак не повлиял. В общем, зарплату рабочие получают вовремя. Также рабочий день составляет, как положено, 8-часовой рабочий день у нас. В целом всё устраивает. Большое спасибо руководству за предоставленную нам работу. Депутат – это лицо, выбранное народом. Их задачей, как правило, является представление интересов избирателей. Депутат Алматинского областного маслехата Виктор Хельниченко, по словам крестьян, справляется со своей задачей в полном объёме. Помимо того, что благодаря ему немалое количество людей минула проблема, связанная с отсутствием средств к существованию, предприятие оказало социальную помощь более 60 нуждающимся семьям. Наше хозяйство вчера буквально оказало социально-материальную поддержку семьям, многодетным, малоимущим семьям. Вчера мы раздали продуктов питания на сумму более 1 миллиона тенге. Это наш небольшой вклад в хозяйство, в помощь населению. В случае заражения инфекцией под карантин может уйти всё хозяйство. В связи с чем к безопасности своих работников руководство организации подошло с большой ответственностью. Все люди, которые у нас работают, обеспечены средствами защиты. Во всех подразделениях установлены дезинфекционные барьеры, установлены санитайзеры. Людей мы доставляем на собственном автотранспорте с 40% заполнением, как сейчас положено по указу главного санитарного врача. К слову, командитное товарищество Хельниченко и компания обеспечивает местный рынок такими продуктами питания, как мука, макароны, колбасные и молочные изделия, крупы и 12 наименований полуфабрикатов. И в этот нелёгкий для населения области период цены на социально значимые продовольственные товары у них ниже даже установленного правительством минимума. Айнур Мирханова, Ержан Дюсен, телеканал ЖИЦУ из Искельдинского района. Республиканскую акцию Безбергемис активно поддержали предприниматели Коксулского района. Сформированные ими продуктовые корзины включили не только продукты первой необходимости, но и сюрприз для самых маленьких жителей, находящихся на карантине. Список нуждающихся в продовольственной помощи волонтёрам азербайджанской диаспоры предоставил Акимат Посёка. В него вошли 36 семей. Продуктовые корзины предприниматели раздали всем. Это 10 килограммов муки и сахара, 5 литров подсолнечного масла, а также рис, макароны и чай. Не оставили без внимания самых маленьких жителей района, находящихся сейчас на карантине. Скрасить эти будни им помогут сладости. Сирота у меня внучка. Одна замужем, на втором. А это со мной. Я с 10 лет её воспитываю. И сын умер. Большое спасибо. Особенно Акима, что не забывают. Особенно пенсионеру. В общем, большое-большое спасибо. Казахстанские бизнесмены из-за пандемии тоже переживают не лучшие времена. Однако они приходят на помощь тем, кому сейчас сложнее. В рамках благотворительных акций предпринимателями и депутатами Коксусского района уже охвачено около 190 семей поселка Балтыкби из числа социально уязвимых на общую сумму полтора миллиона тенге. Мы поддержали инициативу Ельбасы, Нурсултана Бишевича, всячески помогать народу, малым имущим предприниматели. Граждане собрались, помогли народу. Я призываю также остальных предпринимателей поддержать инициативу. Даже в небольшом количестве, кто как может, поможем нашему народу. Казахскому разницы нет. Здесь все интернациональная страна. Поможем, окажем помощь. В свое время, во время репрессий, казахский народ оказал большую помощь, протянул руку помощи нам, именно непосредственно азербайджанцам, нашим предкам. Они нас приютили, накормили, дали кровь. Сегодня пришла наша очередь помочь гражданам Казахстана. Важно отметить, что создание в Алматинской области общественного благотворительного фонда Бергем и ЖТСУ для поддержки социально уязвимого населения инициирован партией Нуратан. По Куксусскому району помощью фонда хвачено порядка 360 семей на общую сумму 3 миллиона 500 тысяч тенге. В Куксусском районе проживают 567 малообеспеченных семей. Из них инвалидов с детства до 16 лет. 135 человек. Всем была оказана государственная поддержка в денежном эквиваленте в размере 5550 тенге каждому. А также оказана благотворительная помощь в виде продуктовой корзины. В рамках республиканской акции Безбергемес, инициированной партией Нуратан, в Алматинском регионе с начала периода чрезвычайного положения оказана помощь порядка 1200 семьям на сумму свыше 18,5 миллионов тенге. Евгения Присяжная, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ, Куксусский район. Павлодарским школьникам подарили ноутбуки. В период, когда они обучаются дистанционно, такие презенты оказались очень кстати. Ноутбуки передали детям медработников, чье материальное положение не позволяло купить дорогостоящую технику. Такой подарок от спонсоров получили более 15 детей. Миссию исполнили сотрудники Акимата и волонтеры. Кстати, добровольцы помощь оказывают всем нуждающимся и пожилым. В городском Акимате работает горячая линия. Люди обращаются за советом или просят помочь. За последние дни в Павлодаре материальной и продовольственной поддержкой охватили почти 300 семей. В Нур-Султане за сутки из-за нарушения санитарных норм закрыли 15 объектов. В их числе стройкомпании, гостиница и рестораны, которые работают на вызов. Тем не менее, большая часть компаний из столицы работает с острожающим соблюдением санэпид-требований. Режим работы за исключением доставок еды с 9 утра до 18 вечера. Сотрудников доставляют до работы и домой на служебном транспорте. Они обеспечены спецодеждой, средствами защиты. В начале смены все проходятся на обработку. В Атрау на 20% выросли объемы вывозимого мусора. Коммунальщики связывают это с введением карантина в городе и самоизоляцией местных жителей. Если раньше ТБО вывозили по графику, то последние три недели спецтехника очищает контейнеры по мере их наполнения. В Атрау коммунальные службы вышли на передовую. Тонны бытового мусора ежедневно вывозят на городской полигон. Работает вопреки установленному графику. Ждать, когда подойдет день вывоза мусора, городские службы теперь не могут. Иначе город просто захлебнется в бытовых отходах. Этому есть одна причина. Вынос мусора сейчас, пожалуй, одна из немногих легальных причин выйти на улицу. А кто-то воспользовался карантином и решил сделать дома ремонт. Службы ЧАЭС Алматинской области всерьез озабочены складывающейся пожарной обстановкой. С начала года на территории ЖТСУ зарегистрировано порядка 300 случаев загорания травостоя. И 10 лесных пожаров. Этой теме огнеборцы посвятили брифинг на площадке ЖТСУ «Медиа». Рассказывает Антон Хатиновский. В течение года в пожарном графике значится несколько пожароопасных периодов. Очередной из них приходится на весну. Именно об этом и шел основной разговор во время специального брифинга. Этот год уже отметился в статистике ростом степных пожаров почти на 50%. В данный момент уже произошло более 300 случаев загорания с большими объемами площади проходения огня. И в том же числе у нас имеются пожары на лесных территориях. Но, к счастью, там горела у нас основная сухая трава и кустарниковая растительность. В данный момент сейчас проводятся служебные расследования по этим фактам. Основное направление у нас сейчас идет профилактика пожаров, природных пожаров, а также готовность к их ликвидации. В целом по области у нас уже сформировано более 300 добровольных пожарных формирований. В целях профилактики и оперативного реагирования на возникающие возгорания сотрудники противопожарной службы проводят проверку готовности заинтересованных госорганов. В Тадыкурганском лесничестве на случай пожаров есть все необходимое. Шансовый инструмент, хлопушки и мотопомпы. А за территорией лесничества ведется видеонаблюдение. Пожароопасный период для нас начался с 26 марта. Мы уже провели специальную обработку и вспашку защитных полос. В зоне нашей ответственности более 1400 гектаров, из которых 106 лесные угодья. Мы ведем разъяснительную работу с крестьянскими хозяйствами и имеем специальный план взаимодействия. О крестьянских хозяйствах разговор особый. Пожары – наибольшая опасность для зерновых культур, в связи с чем вокруг полей производится опашка. Ширина противопожарного разрыва не менее 4 метров, а каждая единица сельхозтехники должна иметь искрогасители. Совместно с сотрудниками лесного хозяйства города Талдукурган, а также сотрудниками местной полицейской службы, акиматов сельских округов, сотрудниками управления по чрезу город Талдукурган проводятся рейдовые мероприятия по лесным массивам, а также по территории сельских округов, по недопущению сжигания стерни, неконтролируемых горений, а также разведению костров на территории города. На сегодняшний день большим подспорьем за мониторингом территории Алматинской области стало наблюдение из космоса. Ежедневно в кризисный центр ДЧС поступают снимки со спутников. Красными точками отмечены горения, на которые оперативно и отправляются пожарные бригады. В этом году к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности было привлечено 3 человека. Административный штраф за подобные нарушения – минимум 5 МРП. Антон Хатиновский, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ. При содействии Пресс-службы ДЧС Алматинской области. Из-за чрезвычайного положения в стране Фитр Садака и Зякат во время Рамадана можно уплатить онлайн через мобильное приложение КСПКЗ, Майхалак и Киви. На платформах будут введены счета всех центральных мечетей городов областного и республиканского значения. Каждый гражданин может переводить Фитр Садака и Зякат на счет мечети в своем регионе, не выходя из дома. В этом году размер Фитр Садака на человека составляет 370 тенге, а месяц Рамадан начинается после рассвета 24 апреля. Продолжаем выпуск. Весь Абай в одном смартфоне. В Алматинской областной библиотеке имени Сакина Си Фулина прошла республиканская онлайн-конференция, посвященная 175-летию Абая. В мероприятии приняли участие литературные деятели, писатели-драматурги Абая-Веды, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Алматинской областей, а также городов Алматы и Семей. В период чрезвычайного положения 278 библиотек Алматинского региона регулярно проводят виртуальные книжные выставки, поэтические состязания в честь казахского мыслителя, челленджи из стихов великого мастера слова. Кроме того, Алматинская областная библиотека имени Си Фулина распространяет электронные книги своим читателям через технологию кодирования QR-код. Он позволяет не только скачать книгу и получить полезную информацию через любое мобильное устройство, но и узнавать о другой доступной литературе. Кстати, на сегодняшний день библиотека располагает более чем 1600 книгами в электронном виде. Стоит отметить, что при поддержке Акима Талматинской области недавно прошел поэтический марафон среди Акынов края ЖТСУ. Выдающиеся произведения поэтов вошли в сборник стихов Адамзаттанабая. Конференция проходит через специальную программу, где могут туда подключиться несколько людей. А для своих читателей мы это в прямом эфире показываем через Инстаграм и Фейсбук. Также в этом конференции наши читатели, наши слушатели, они задают вопросы и получают ответ на него. Франция – одно из самых популярных туристических направлений в мире, готовится к многомиллиардным убыткам. Отели и рестораны не смогут открыть свои двери по меньшей мере до середины июня. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Париже. Французские шеф-повара написали президенту Эммануэлю Макрону письмо, в котором говорится, что над традиционными французскими бестро нависла реальная угроза исчезновения. В своем обращении они просят помощи у властей. За один квартал прошлого года гостиничный и ресторанный бизнес во Франции принес более 8 миллиардов евро прибыли. В нем заняты порядка полтора миллиона человек. Но сейчас добрая половина из них может потерять работу. Италия, где эпидемиологическая ситуация улучшается, планирует возвращаться к нормальной жизни с 4 мая. Соответствующий план правительство обнародует в конце недели. Открыть все и сразу после жесткого карантина, подчеркивает власти, было бы безответственным решением. Ограничительные меры снимают постепенно и осторожно. Уже начали работать книжные магазины. Продавцы, так же как и посетители, обязаны носить маски, кассиры, маски и перчатки. В помещении необходимо регулярно проводить дезинфекцию. Вместе с книжными открылись и магазины канцелярских товаров. Сейчас в основном они продают игры для детей, раскраски и конструкторы. Экономические потери в этом секторе огромны. Спрос на учебные принадлежности низкий. Из-за ситуации с коронавирусом в Нидерландах досрочно завершен чемпионат страны по футболу. Об этом сообщается на сайте турнира. Премьер-министр Нидерландов Марк Юритти заявил, что крупные массовые мероприятия в стране, в том числе и спортивные, будут запрещены до 1 сентября из-за пандемии. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Нидерландах составляет уже более 34 тысяч. Стать чемпионом континента в десятый раз помешала пандемия. Мастер спорта международного класса Абдуали Тастанов – девятикратный чемпион Азии по армрестлингу. Если бы не пандемию, я бы завоевал и десятый чемпионский титул, уверен он. Несмотря на карантин, спортсмен продолжает ежедневные тренировки дома. Очевидно, большинство других спортсменов не дают той нагрузки, которую контролируют тренеры. Однако, по мнению спортсмена, даже элементарные упражнения помогут поддержать технику. Важно соблюдать регулярность. Армрестлер проводит тренировки каждый день, утром и вечером. Есть у ветерана спорта и воспитанники, которые также выполняют все упражнения в онлайн-режиме. Главное – сохранить форму остальных рук, чтобы достойно выступить на очередном чемпионате, считает наставник. Чемпионат Азии опять в Алма-Ате будет проводить. Потом чемпионат мира в Грузии будет, это, наверное, в конце года. Теперь сейчас ребята не все в высшей форме. Дома тренировка совсем в зале, тренировка – это другой. А дома просто форму поддерживать. Форму обязательно надо поддерживать, чтобы не терять. Потом в будущем это все зало откроется, это мы войдем в форму. Если хочешь добиться что-то успеха, надо поддерживать форму день, два раза, утром и вечером. Свободное время обязательно. У нас это общая физическая подготовка, потом специальная физическая подготовка мы готовимся дома. У нас гантели, турники есть. Главное, что соперников нет – бороться. Это тоже надо. Главное, чтобы связка была крепкая. Такова была информационная картина дня. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова